Музыка На Северном Кавказе, в Крачево-Черкесии, проживает удивительный народ – абазины. Их история насчитывает несколько тысячелетий. До XIV века абазы жили на северо-западном побережье Черного моря. Затем переселились на северные склоны Кавказского хребта. Абазины заняли вверху ее рек Лобы, Уропа, Большого и Малого Зеленчуков, Кубани и Тиберды. Сегодня они компактно проживают в 13 аулах Карачево-Черкесии, Красном Востоке, Кубине, Псыже, Карапага и других. Общая численность абазин в России, согласно последней переписи, составляет около 43 тысяч человек. Однако, несмотря на это, абазины сумели сохранить не только свой язык, свою самобытную культуру, но и свои традиционные ремесла. В этом легко убедиться, приехав в аул Инжи-Чукун, который расположился в 37 километрах от республиканской столицы на берегу реки Малый Зеленчук. Это административный центр абазинского района. Здесь живет очень талантливый человек Амир Битжи. Он художник-декоратор, иллюстрирует книги, детский журнал на абазинском языке «Отень и звезда», играет в театре, пишет стихи и сценарии. «Нет на свете тебя, остро на абазине, но тебя все равно я придумаю сам. Из мечты сотворю небеса твои истине, солнцем будет мечта моя светлая там». А знаете, за что особенно уважают и любят этого талантливого человека Амир Битжи? За то, что он ведет в школе кружок декоративно-прикладного искусства, в котором учат ребят не только рисовать. Амир передает им основы традиционных ремесел абазин – резьбы по дереву, вжигание, чеканки. Это сохранение своей культуры, что очень необходимо в наше время. Своя культура, свой язык, свои обычаи, свои нравы, своя религия. Все это в комплексе, что человек мог бы сказать «я абазин». Как говорит Амир Адам Гиревич, увлечение традиционными ремеслами своего народа пришло из детства. Его отец был знаменитым пузнецом, хорошим плотником, на все руки мастером. Именно у него будущий педагог учился работать по дереву, обращаться с металлом. Мы ему помогали всегда, смотрели, как он орудует топором, как он ловко справляется с томисками. Эти знания и умения очень пригодились Биджеву, когда он задумал изготовить тамгу своего рода. Тамга – это особые знаки абазин, выполнявшие самые разнообразные функции. От элементарного знака собственности, наносимого на вещи или животное, до фамильного герба. Они вышивались на свадебном флаге, высекались на могильных плитах. Урок Биджевых всегда были связаны с животноводством. Я показал быка стилизованного в центральной фигуре, солнце в виде родовой тамги, которая распространяет свои лучи. Здесь мы видим пахотные земли, что указывает собой то, что мы занимались уже земледелием. Кузнечным делом мы занимались. Отец мой был кузнецом, он делал подкову, отлично делал подкову. Вот эта нижняя часть – это подкова. Это все обрамляется вот таким щитом, как бы стилизованным. И по бокам мы видим кинжалы. Это вот воинственность абазинов. То, что они всегда участвовали в войнах, самосохранение. Вот это все олицетворяют вот эти кинжалы. И вот название самой фамилии – Баджира. Работа выполнена в технике чернения. Это способ обработки металла абазины использовали с давних времен, особенно при изготовлении оружия. Наиболее распространенными были кинжалы, шашки, сабли. Причем у каждого свои неповторимые характеристики формы клинка, рукояти, а также орнамента и украшения. Особенно распространенным был рисунок, когда отдельные элементы повторялись в порядке чередующихся кругов и овалов, заполненных множеством мелких узоров. На моем рисунке изображена девушка, воин. А этот рисунок ты придумала сама? Нет, вместе мы придумывали со своим преподавателем. Мы сам мотив обдумывали, и потом уже мы делали несколько вариантов. И потом после, как мы нанесли узор на бумагу, мы перенесли этот узор на металл. В моем случае это алюминий. Мотивы гранюр самые разнообразные. Открытая ладонь – символ мира, добра и гостеприимства. На открытой ладони я на фоне сделал все знаменитые родовые тамги абазинского народа. Это роды лоовых, трамовых, княжеские роды, которые были в Абазине. Вот это все там на этом фоне изображено. Вот эта история передается вот через эти изделия. Наш герой, как и его отец, на все руки мастер. Он владеет и другим традиционным ремеслом абазин – резьбой по дереву. Этому Амир научился, когда после окончания Сухумского училища поехал на практику в Рубский лесхоз, где в сувенирном цехе работал его старший брат. Они делали разные сувенирные изделия – кувшинчики, подносы, обрамление зеркал. В общем, у них великолепный цех был. Поначалу Амир вырезал самые простые вещи – ложки разных форм, небольшие чаши. Потом перешел к более сложным поделкам. Я постарался сделать скульптуру старика, который о чем-то задумчиво размышляет. Это как бы повторение истории нашей. Вот как бы с корней мы начинаем, то, что у нас раньше было, как бы мы стараемся в таких образах передать. Деревообработка абазинского народа была традиционным ремеслом, чему способствовал тот факт, что в горах Северного Кавказа произрастали самые разнообразные деревья – береза, бук, клен, осина, пихта и ель. В своих садах абазины сажали яблони, груши, кизил, барбарис и фундук. Из дерева они изготавливали средства передвижения – орудия труда, мебель, посуду, различную утварь. Для каждого вида изделий существовали свои сорта дерева. Арбуд делали из дуба, карагача и ясеня, довесина которых отличалась особой прочностью. Деревянные части плуга – из клены и березы, утварь – из либы, посуду – из груши. На русском скачал с компьютера и приписал туда абазинские названия, чтобы ребенок мог знать, что означает береза на русском языке, цах – на абазинском языке, клен на русском языке, чамха – на абазинском языке. Он хочет, не хочет, он это будет запоминать, он будет знать, он будет говорить на своем языке. Очень ценилась на Кавказе Ива. Ее лоза, податливая и прочная одновременно, часто использовалась абазинами в строительстве. Она считалась отличным материалом для возведения стен и крыш. На постройку сарая из глиноплетенных стен тратилось не больше недели. Это было прочно и недорого. Это дробилка вообще-таки, старинная дробилка кукурузы. Это у нас называется члахара на абазинском, на русском, я не знаю прототип этого слова. Члахара, где вот, где нашура по религиозным праздникам, очищают кукурузу от челухи и делают из него суп, в общем, такой, кашу. Я вот повторил то, что я видел в детстве. У нас когда-то рядом стояла вот такая члахара. Абазины испокон веков использовали эту богатую кладовую древесины в своих повседневных нуждах. Применяли как строительный материал. Изготавливали самую разнообразную посуду, орудия труда, предметы первой необходимости. Абазины знали качество каждого сорта дерева. Знали, как и чем его обрабатывать. Больше всего Амир Биджев любит работать с буком, хотя самым податливым считается липом. Да и детям с ней легче. Потому что липа – самое мягкое дерево, которое произрастает в нашей местности. Оно на Абазинском называется точно так же – мягкое дерево, мучтата. Почему оно мягкое дерево? Потому что волокон там очень мало, поперечников нету, мало вот этих сучков и прочих таких деталей, которые могли бы зацепиться за что-то, чтобы ребенок не смог вырезать его. Грязное дерево широко использовалось в оформлении мечети – миноретов, медресе. Богато орнаментировались двери мечети, кафедры для проповедника, подставки под коран. Везьбой украшали сундуки, стулья, игрушки, детские люльки. Эта кроватка, которую Биджев делал вместе с учениками, интересна тем, что в ней присутствует элемент старины. Узоры, которые хранятся в Абхазском государственном архиве, историческом, которые являются документом существования абазинского или абхазского орнамента еще в древности. Спустя годы, пробуя, экспериментируя, Амир Биджев стал настоящим мастером. Попав в его руки, дерево приобретает вторую жизнь. Биджев обладает неисчерпаемой фантазией, отличным знанием материала, что и позволяет ему в каждой работе создавать подлинные произведения искусства. Там особого орнамента нет. Там сама форма корабля является стилем абазин. Мореходство было развито очень сильно у древних абазов. Они плавали по морю, они ловили рыбу, торговали с другими соседями, странами. Стамеска, косой тесак и еще с десяток различных инструментов непонятного назначения. Но только не для десятиклассника Вячеслава Капсергенова. Его дедушка был преподавателем труда. Так что он и на станке, и рубанком работать может. Это у него семейное. Сейчас я делаю рамку для какой-нибудь картины, рисунка. И буду вырезать вот этим предметом. Он называется резак-флажок. Вот. Сперва нужно провести линию вот так, чтобы легче вырезать. И потом нужно положить этот предмет на поверхность и вырезать аккуратно. Вот. И у нас получилась первая часть этой рамки. Резьба по дереву очень увлекательное и интересное занятие, не требующее никаких сложных инструментов и приспособлений. Однако резчик должен быть очень терпеливым, внимательным и аккуратным. Только тогда он достигнет необходимых результатов. За прошедшие годы Вячеслав научился делать из древесины самые разные предметы обихода. Угол наклона еще меньше сделается. И вот так водочкой надавливаем и выбираем. Это значит, что мы опускаем фон. Возьмите берегу, срезак, косяк. И пройтись по контуру, чтобы углубить резьбу. Пройтись по контуру, плавненько. Теперь с другой стороны. По другим наклоном. Подчищаем за собой череховатости. Берем полукруглую стамеску. И чистим по проводу. Вот, полноценное движение. Мы убираем. Уверенно нажимаем. А если где надо выравнивать, то мы же этим выравниваем. Можем пролюбить лакоатр. Самую громкую. И подчищаем. У нас должна быть резьба очень чистая получаться. Чтоб не было лохмотьев никаких. И меняя инструменты, мы добиваемся нужного качества. Пробуем, учимся. Постепенно, постепенно. Опыт у нас приходит со временем. Пожалуйста. Одновременно с резьбой по дереву развивалось и другое достаточно древнее ремесло абазин. Выжигание по дереву. В регионе их проживания проблем с древесиной не было. Поэтому народные мастера уже в 9 веке украшали свои изделия при помощи огня. Еще недавно этим видом искусства увлекались многие. Сегодня его практически забыли. В школьном кружке это ремесло буквально возрождает заново. Ставим готовую форму. Это называется штамп. Уже готовая форма. Это вот как вот эти клево. Тавро, которое ставили наши предки. Вот они на это и похожи. Уже готовые формы. Ну, полуформы. При композиции, при соединении которых, появляется определенный орнамент. И наносим определенный рецепт. Появляется вот такой своеобразный рисунок, который мы можем дополнить уже другими элементами между ними. И у нас получится вот приблизительно вот такой орнамент. Все линии рисунка надо выполнять очень точно и осторожно. Один неверный штрих – работа испорчена. Нужно начинать заново. Выжигание по дереву – техника, позволяющая любой деревянный предмет превратить в оригинальное художественное произведение. Гравюры, получаемые в результате выжигания по дереву, могут быть столь же сложны и многообразны, как и гравюры, выполненные обычным способом. Обучаясь искусству выжигания, дети не только получают некоторые знания по способам оформления изделий, наложения в светотени, но и учатся видеть и передавать красоту и неповторимость окружающего. Не все сразу получается, но, как говорится, терпение и труд все перетрут. Если ученик ошибется, учитель поправит, подскажет, как лучше сделать. Детям это нравится. Это традиционно базинский орнамент. Раньше его использовали, чтобы украшать свои дома, и он нес декоративный элемент. В итоге получается очень красивая и атмосферная работа, которую можно использовать везде, можно украшать им все, что угодно. И это будет хорошим подарком для друзей, для близких людей. Да, древние абазины знали толк в красоте. Сегодня мастер Биджев пытается не только воскресить старинные промыслы, но и научить мысли детей самостоятельно, развивая их фантазию. Самое главное, чему я их приучаю, это то, чтобы они создавали свои произведения. Не что-то копировали, где-то брали, а сами придумывали узоры. Смотря на абазинские узоры, они могли бы подражать в этом русле, в этом стиле, но добавив что-то свое. Это моя первая работа. Я хотела воссоздать абазинский традиционный орнамент, используя три цвета. И это у меня геометрический орнамент, он использовался в прошлом также и на циновках. Полоски показывают национальную принадлежность, вот эти орнаменты. И вот это уже я придумала сама. Глядя на своих учеников, душа мастера Биджева поет. Они не сидят часами в телефоне, не тратят время на пустые занятия, как другие дети, а создают красоту своими руками, своим старанием, своим усердием. Домой из мастерской не спешат. Вместе со своим наставником мечтают о своем цехе, чтобы выставлять свои поделки на традиционных ярмарках в местных сувенирных лавках. Чтобы они олицетворяли, вот, например, скажем, да, вот инжичикун, они смогли бы сразу в уме своем, ах, там же вот эти сувениры инжичикунские, вот как у других, в Гжель, например, да, вот, тымковская игрушка. Вот как они узнаются по местности, по определению вот этих сувениров, точно так же можно и у нас и сделать. Сбудется ли их мечта, покажет время. Но одно уже можно точно сказать. Как бы ни сложилась судьба этих ребят, какую бы профессию они не избрали, традиционные ремесла своего народа они не забудут. А значит, живое дерево ремесел Абазин будет жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...